Друзья мои, здравствуйте еще раз. Вы на канале Уютное Чаепитие и с вами я Ирина. На ближайшие часа три плохому настроению стоп. Это я себе сказала. Ну я думаю, может быть и потом у меня будет хорошее настроение, если опять что-нибудь себе не напридумываю. Если опять что-нибудь не вспомню. Но больше не хочу. Не хочу. Будем думать только о хорошем. Мне сейчас надо готовить ужин. Времени у нас пол третьего дня. Сейчас я щучку обработаю. Картошечка у меня уже почищена. Будем варить пюре. Обжаривать щуку. Потом помажем ее сметаной и в духовку. Так будет вкуснее. Так, а что вам будем готовить Кириллу, я не знаю. Он опять пришел, заварил себе любимый бич-пакет. Ой, какой-то кошмар. Все, сейчас я камеру опущу и будем работать. Друзья мои, посмотрите улицу снимаю. Тепло. У меня открыты окна. Но сегодня я за окна не взялась. Сегодня вот глажкой занималась. Еще не все перегладила. Вот видите, пока вот так вот грязно. Но надо взять грабли. Надо все прибрать. Я схожу за большими мешками. Посмотрите. Ой, какая красота. Неужели лето начинается? Вы видите, листиков еще нет. Но я думаю, что если такая погода постоит, то будет тепло. Вот такой вид я вам показываю. Но здесь вот эта ива, она мне очень-очень не нравится. Ива, не знаю, она здесь и свет загораживает, и смотрится она как-то некрасиво. Ее бы немножко бы пообрезать бы, конечно. Спиливать тоже нельзя. Здесь кусты, малина у нас. Вот видите, сколько грязи. Ладно, грабли возьмем и приберем. А вот там вдали у нас бывший детский сад. Вот когда времена у нас были, застои или что там еще, детские сады продавали. Представляете, помещения под детские сады продавались. Кстати, в Каргополе было то же самое. Детские сады пустовали одно время. Вот даже было такое. Так что, ой, что-то темнеет небо. Неужели что-то будет? Вообще дождь передавали, конечно. Ну ладно, я надеюсь, дождя не будет. Так, вот я сейчас опущу камеру на рыбку. Будем рыбку делать. Здесь у меня мисочка сделана. Фарш я вынула фарш замороженный. Я же говорю, я покупаю мясо, беру. Все его перемалываю. Взвешиваю по килограмму. Вот не знаю, кстати, здесь, ну, все по килограмму. Свинина, говядина отдельно. Потом я, значит, это все чуть-чуть разморожу, чтобы мясорубка взяла. Потому что размороженное моя мясорубка не берет. Все это вместе перекручу. И нормально будет. Замороженное мясо, ничего страшного. Не все же делают из охлажденного. Этим я займусь позже. А сейчас займемся нашей большой щукой. Вот. Ну, такая. Я вот еще больше щуку не люблю. Мне она не нравится. Вот, чтобы совсем большая была, я такую не люблю. Голову я запекать не буду. Голову мы уберем. Тут у меня кулочек. Голову мы уберем на уху. Да, Иван Васильевич меняет профессию. Сейчас, хотите, говорит, рюмочку под щучью голову? Ну, моему Колюшке скажи, рюмочку под щучью голову. Сейчас бы, наверное, не отказался бы. Я бы тоже не отказалась, но не могу. А так, почему бы и нет, да? Почему бы и нет, если в меру? Коля у меня все, кстати, шутит по поводу меры. Надо, кстати, у него спросить. Мера, это сколько? Вот вечером придет, специально спрошу. Так, вот это я обрезаю. Пловники. Это мама моя так меня учила. Потому что я вот сколько... Ну, вот когда вот жила, вернее, вот сколько времени я с ней жила, да? Щука, это ее любимая рыба. Щука и, конечно же, семга. Что тут говорить? Там семгу ловят и у нас здесь ловят. Вот. И щука для нее это все. Она ее готова была есть каждый день, не по одному разу. Так, это мы сразу намоем. И вот она ее разделывает. Ну, я говорю, в пинниге. Вот здесь вот пузо не раздирают, не разрезают, режут как-то вот так с хребта. Пузо целое. Вот так вот разделывают, убирают кость и запекают. Вот видите, везде по-разному. Да, нет. Колюшка мне ее там почистил. Я сейчас ее порежу. И порежу я ее вот на такие вот звенья. Не маленькие, а вот именно на такие побольше. Вот так. И хвостик. Это я сделаю так. И вот теперь так. Не соскользнуло бы. Вот так вот я это сделаю. Косточку убирать не буду, потому что косточка здесь небольшая. Так. Это сейчас зажарю сначала, а потом запеку в духовочке. У меня мама не зажаривает рыбу, она сразу в духовку. А мне такой способ готовки рыбы как-то посоветовала моя продавец, когда вот я работала в магазине. Она говорит, а у меня, говорит, мама сначала рыбку обжаривает на маслечке, а лучше еще на сливочном. Вообще вкусно. А потом, говорит, в духовочку. Вот так вот еще люди делают. Ну, я вот так вот и сделаю, потому что я так уже делала, и мне понравилось. Разные способы готовки рыбы. И так, это мы сразу убираем. Это у меня старый какой-то кулечек был. Или что ли я тогда замораживала, или что-то я замораживала. Так, это сразу убрать. Сразу все намыть. Тут у меня с готовкой совсем разленилась. Так, что я сейчас сделаю? Я сейчас рыбку намою. Поставлю, значит, сразу картошку на пюре. Намою. Пусть она у меня чуть-чуть подсолится. Да, пусть... А, нет, она у меня под... Нет, пусть подсолится немножко. Она у меня несоленая эта рыбка. Эту мы другую солили. Точно. Эту я ее подсолю. Стечет вода. Подсолю и начну ее обжаривать. Так, и тем временем... Тем временем... А что я сделать буду тем временем? Так, друзья мои, сейчас мы ее намоем. Эту рыбку. Так, это мне надо, чтобы стекало все. Сюда пускай вилочку стекает. Вот, и потихонечку будем ее приводить в порядок. Рыба это хорошо. Рыба это полезно. А кто-то рыбу не ест совсем. Вот как у меня вот киюшу заставить рыбу попробовать? Нет, ну вот, если, например, наделаю я котлет, да, из трески. Все равно там же все-таки котлетка. Тем более я в котлеты из трески добавляю картофель. Вареный картофель. И довольно много добавляю. Ему нравится. Он будет есть. Не знаю, брать эту косточку, не убирать. Может ее отрезать. Все время отрежу. Вот, он еще котлет поест. А вот так вот щуку есть не будет. Но я маленькая тоже не ела. Мама у меня этой рыбой, она, у нее, например, вот эта треска или пикша каждый день были на столе. Потому что ее было очень много в сушеном виде. Ее продавали раньше в магазинах, в Финниге. Не продавали, а, знаете, давали по карточкам. И давали, почему по карточкам, не знаю, но ее давали очень много. А Коля говорит, у них тоже была пикша или треска вот именно в сушеном виде. Не знаю, почему. А почему в сушеном? Главное, ну, видите, хранить было негде. Может быть, в холодильнике установок таких, что ли, не было. Видите, он ее почистил так, чтобы от шелухи-то, чтобы дома грязь не разводить. Езей так не почистил, привез. А вот эту вот щуку, он почистил шелуху там. На щуке вообще хорошо, вот она чистится, кожура. Ну, не кожура, а вот эта вот, чешуя. Вот, не шелуха, а чешуя. Тоже из меня рыбачка, да. Муж рыбака, я нифига не умею говорить. Ой, скоро будет тепло. Он говорит, в эти выходные поехали, говорит, на лодочке поездим, сеточки поставим. Но в этот раз он не сделал съемку. Я говорю, а почему, говорю, снег? Почему, говорю, у вас столько рыбы на снегу? Говорит, дата ведь нет. Он говорит, там, говорит, льди, ну еще. Около берега, говорит, еще полно льда. Эта речка чистая. Так вот, не знаю, что будем делать в эти выходные. Молодежь-то хочет, конечно, идти что-нибудь в квартире поделать. Вот, а если будет холодно, сейчас ехать-то тоже неохота. Хочется уж, если рыбачить, я, например, как, я ведь такой не рыбак. Мне уж, если на лодочке, так чтоб тепло было. Эта кола у меня может в любую погоду. Тот, кто у меня ведь вообще на рыбалке, знаете, был такой случай, когда мы приехали к нему, в поселок. И он, его племянницы, мы, значит, пошли на речку. Он взял с собой с Настей, там, значит, рыбку половить. Пошли на речку. А до речки идти довольно-таки далеко. Погода была вообще замечательная. Было, значит, был июль. Вообще было все, ничего не предвещало, вообще никакой грозы, ничего. И вдруг резко, просто резко началась гроза. Начала греметь, греметь, греметь. Я говорю, слушай, пойдем домой. Он говорит, я не пойду. Говорит, мы шли-шли. Я, говорит, только тут с Настей, говорит, все сделал, все собрал. Говорит, я не пойду. И вот мы видим, что уже небо-то совсем такое тюмное. Я говорю, пошли. Он говорит, не пойду и все. Ну, он не уходит. Мы тоже не идем. И как начался, значит, этот гром, такая началась молния, прямо так сверкает. И он стоит в этой речке, друзья мои, представляете, он стоит в этой реке, молния сверкает. И такое чувство, что она прямо вот в речку ударяет. Мне страшно. Я говорю, я кричу, пойдем, говорю, пойдем. Как, говорю, я боюсь. Он говорит, я не пойду. Вот представьте, стоит с этой удочкой, представляете, да. Все кругом грохочет. Мы с его племянницей как побежали. Мы бежим. Потом начался ливень такой. Такое чувство, что молния прямо перед собой, прямо вот она сверкает. А кому-то открыто скажут, с кем она там разговаривает. Вот, прямо вообще сверкает, сверкает, прям как будто в ноги ударяет. Вот такой молнии я не видела ни разу. Ой, домой прибежали все сырющие. Потом такой кап грохнула в очередной раз. Такая была молния, весь домаши светила. И у меня такое чувство, что даже газ побольше вспыхнул. Вот так вот. А у нас, у Каргополя, ну где-то недалеко от Каргополя, есть деревня. И вот моя подруга мне рассказывала, она сама вот оттуда, с этой деревни. Ну, родители у нее. Там все время происходят какие-то аномальные происшествия, или как их правильно назвать. Там, короче, наблюдали, не один раз наблюдали шаровую молнию. Там были смерчи, что даже лодки поднимали вот этим смерчем. Это же страшно. Ну-ка-то эту шаровую молнию увидеть. Вот, кстати, напишите, кто-нибудь видел? Мне кажется, вот так вот вживую. Нет, мне кто-то говорил, говорит, что была шаровая молния, мы легли. Кто говорил? По-моему, кто-то вот из родственников, что ли. Что мы, говорит, легли. И она тихонечко-тихонечко, говорит, она прошла по квартире, говорит, она прошла через стену. Говорит, осталась выжженная, говорит, выжженная стена. Но, говорит, ничего, дом не спалило ничего. Насколько это правда, я не знаю. Вот, конечно, хочется все-таки почитать о шаровой молнии, раз уж об этом заговорили. Даже не думала, что я вообще сейчас об этом вспомню, и вообще о молнии вспомню. Вообще о рыбе говорила, о том, как Коля у меня ее в любую погоду ловит. Так вот, они в этот раз тоже выплывали. Я говорю, а как в лодку вытащили? Ну, там, говорит, не все вот так вот во льду все равно. Вытащили, говорит, мы поплавали. Река, говорит, не сильно разлилась. Может быть, она вот сейчас попозже разольется. Все равно же там вот где-то все равно ведь еще льды. Вот, и я говорю, я не хочу. В такой холод я на рыбалку не хочу. Мне надо, чтобы было тепло. Солнышко светит, тепло, пусть теплый ветерочек. Вот это для меня рыбалка. Так же, как и лес. А ему нет, он в любую погоду. Ему пофигу, он бродом они будут ходить. Он наденет эти сапоги и бродни эти наденет. У меня окно открыто, я все оглядываюсь. У меня окошко открыто, он во все. Такая теплый на улице. Вообще, прям настроение другое, когда тепло. Вообще, все хорошо, друзья мои. Поднимайте себе настроение сами. Если его нет, поднимайте его сами. Как-нибудь, как-нибудь надо уже. А то все хандрим, хандрим. Витаминов не хватает, скорее всего. Да, вот если плохое настроение. Мы с северяне. Нам солнышко надо. Мы радуемся каждому лучику. Так, я тут готова, наверное, трындеть до потери пульса. Мне, кстати, пришел комментарий, что мне не с кем поговорить, что ли. Что-то я все разговариваю. Не с кем поговорить. Ну, я ее заблокировала, чтобы и с ней не разговаривать. Вот такая я. Так, сейчас я ее подсолю. И начнем жарить. Так, вот это все я сейчас вынимаю заново. Не знаю, голову тоже что ли пожарить. Коля скажет, куда голову делала. Он любит голову. Мама у меня тоже любит любить голову. Что там? У него, кстати, мама тоже любит. Вот они вот такие рыбные. Вы знаете, мы тут ей посылку посылали. Посылала я, значит, комбалу в баночках. И посылали ей на вагу. И она вчера говорит, боже мой, как же вкусно. Сразу чувствуется, что это своя навага. Конечно, не покупная, не перемороженная. Но она чищенная и замороженная один раз. Понятно, что... А кто его знает, что мы покупаем. И тем более она такая еще небольшая, нежная-нежная. И вот комбалу в баночках там вообще, конечно. Вот сейчас я, друзья мои, ее подсолю. И больше я ее солить не буду. Я даже ее мыть не буду. Я все время так делаю. Она получается не соленая, нормальная получается. Потому что я посолила с одной стороны. Дальше кладу просто рыбку. И снова солю. И вот эта сторона-то, она подсолится. Если, конечно, видно, что я там делаю. Да, все умеют это делать. Я же не учу. Просто показываю, как делаю я. Опять повторяю свою коронную фразу. Показываю, как делаю я. Кстати, я слышу, многие блогеры так говорят. Мы не учим, мы показываем, как делаем мы. Ну, так и есть на самом деле. Все взрослые люди. Если только девчушки какие-нибудь молоденькие посмотрят, то это вообще хорошо, если они учатся. Но девчонки молодые, не досуг им, не досуг. У меня, например, Катя начала готовить, только когда они начали с Илюхой жить. И то больше готовил он. Он любит там всякое мясо делать, еще что-то. Любит он вот эти вот все изобретения. Между прочим, на улице поднялся ветер. На улице поднялся ветер. И я думаю, ветер не надует ли чего. Ну, правильно. Вот видите, сглазила я хорошую погоду. И начался дождь. Знаете, и тянет так на улице, тянет в дождь. Взять что ли зонтик. У меня есть зонтик такой зеленый. Зеленый и розовый. А зеленый вообще яркий-яркий. Вообще яркий. Вот такой тростью, длинный тростью. Мне его подарили, когда я поставщик продуктов, что ли, или менеджер. Кто-то, кто-то еще мне его подарил. Ой, да чего он красивый, яркий. Идешь, и тебя прямо издалека видно с этим зонтом. Так, сейчас камеру переставлю и будем готовить. Итак, картошечка у меня поставлена на пюре. Сковородку я разогреваю. И у меня растительное масло. Не надо растительное масло. Вчера купила масло оливковое. Целый литр будем в салат добавлять обязательно. Ой, у меня еще куплено, знаете, эти льняное семя. Каждый раз забываю его засыпать себе в еду. Хотя бы понемножечку надо. И все время я забываю. Вот масло купила, будем салатики заправлять. Все равно какой-то салатик. Сейчас будем делать огурчики, помидорчики. Мы ничего не садим. Мы все это покупаем. Потому что, говорю, из-за меня дачник никакой. Меня нужно туда отправить в ссылку. Только, может быть, тогда я пойму, что это мое. Вы знаете, друзья мои, я поделюсь своим мнением. Мы когда сюда приехали, и вот когда все по съемным, по съемным квартирам были, дачу мы купили. Потому что дача нам досталась, я не то что скажу, что прямо на халяву, но довольно дешево. Мужчина ее продавал тогда, эту дачу за 150 тысяч, что ли. По-моему, за 150 или за 100. Ну, в общем, как-то недорого. Ну, во-первых, это щитовой дом. Он, конечно, весь сделан. Электричество проведено хорошо. Прямо там бывший моряк жил. У него такие сейфы до сих пор огромные. Шкафы металлические стоят. Вот, чтобы что-то там хранить, чтобы дождь и ничего не промокло, не дай бог. Вот, там большая комната и как вот две вот такие пристройки. Одна веранда, другая комнатка маленькая. То есть нормально. Я потом вам покажу. Коля говорит, стыдно показывать такую дачу. Я говорю, ничего не стыдно. Я говорю, покажу обязательно. Потому что, ну, ведь не стыдно же сказать, что, да, ну, нету средств ее пока доводить до ума. Нету и все. Потому что у нас очень много денег уходило на съем квартиры. Сейчас мы ипотеку платим. Ипотеку мы платим там 17 с чем-то, почти 18 тысяч. Это тоже, извините, семейного бюджета. Конечно, на эти деньги можно было бы что-то ремонтировать. Да нет, сейчас не об этом. Вообще не об этом. Я-то говорю о том, жажда, я-то говорю о том, что мы когда дачу купили, я не могла привыкнуть, что это мое. Я туда приезжала, как будто это чей-то домик. Вот как будто чей-то домик. Я даже вот там ходила-то там, как в гостях. Коля там себя чувствует вообще как дома. Он, ну, он обожает эту свою дачу. Ну, все. Я говорю, он приезжает. Как только он переправился на другой берег, он и так-то у меня такой человек, ну, добрый такой, редко, когда вот что-то там покажет свой характер. Ну, добрый человек. А там он приезжает. Он вообще другой. Вы понимаете, он делает там сам все. Вот все. Какая-то смс-ка пришла. Он там готов и готовить, и копать, и убирать, потому что он говорит, я чувствую, что это мое. Вот его тянет не то, что вот эта вот земля, его тянет море, речка тянет. Вот эти вот леса и бары, которые там за рекой, он меняется совершенно. Я говорю, такое чувство, что у тебя есть брат-близнец, и вот на этом берегу этот брат остается, а на том берегу уже совсем другой человек. И я уже с другим человеком еду. Меняет человека, природа меняет, меняет ощущение того, что вот он у себя. Он говорит, я не хочу даже в город ехать. Я говорю, Коль, мы тоже живем в деревянном доме. Он говорит, я хочу свой дом, свой. И вот у него мечта. У нас там 9 соток, по-моему, 9, да, у нас там 9 соток. И он говорит, все равно, говорит, буду строить, хочу большую баню сначала, а потом уже, может быть, возьмемся и за дом. Но это пока мечты. И пусть они, эти мечты будут, я надеюсь, они сбудутся. Вот. А что это я начала? А, вот, а я не говорю, я не могу никак привыкнуть. Мы, когда эту дачу вот купили, он приехал, ну, я приехала, значит, к нему туда на остров. Они же там работали. Они там работали, там дом какой-то поднимали от фирмы. Поднимали, ремонтировали, вообще развалюха была. Я приехала, значит, туда, старший сын. Он у меня еще жил с нами. И мы как увидели, все вот этими деревянными какими-то фанерными, значит, фанерой были окна заколочены. Она была вся забита каким-то хламом. Я зашла, ступить некуда. Я говорю, Коля, ну что ты, ну, зачем тебе это надо? Я видела первое свое впечатление, вот такое вот у меня сложилось, что он купил какую-то помойку и сарайку. Он говорит, ты просто, говорит, посмотри со стороны. А еще все, кругом все заросло. Все, ну вот, неухоженный же участок был, потому что там хозяин дачи очень сильно болел. Последние годы жил на этой даче, очень сильно болел. Потом он умер, и его сын продавал вот эту дачу. Вот, и потом, когда началось вот это, значит, мы приехали на ночь, с нами Кирюшка маленький был. Катюшка, по-моему, дома осталась, с Толиком, что ли, дома они вроде остались. Или Толик в армии был. Да не помню я, в общем, дело-то не в этом. И вот мы там освободились, стоял такой стол. У нас сейчас он на веранде. Он заварен был весь, захламлен. Спать было не знаешь как. Ну, мы какие-то вещи-то привезли с собой, все. А потом у нас, мой старший остался, значит, там эту дачу приводить в порядок. Сколько они вывезли с Коли мусора, это просто ужас. Говорит, вот мы просто все собирали, вот это вот трепье, какие-то старые сапоги, какой-то старый хлам. А все это они выкидывали, и сколько уж они мешков, они все увезли на свалку. И потом, значит, началось, уже освободили, и уже видно уже, что, ага, уже более-менее уже есть светлое помещение. Конечно же, у него-то желание сделать, сделать. Он там, он говорит, я там жить готов круглый год. Он зимой там жил, домик хоть и щитовой, печку натопишь нормально. Только что у нас там биотуалет стоит. Мы специально купили биотуалет, потому что, ну, как в туалет-то ходить? Все равно удобнее, тем более там, знаете, кто, у кого на дачах стоят биотуалеты, вообще красота. Кто-то потом и компосты делает, и все что угодно, да. Сейчас же всякие средства есть, вот. И потом у меня старший все это белил потолки, красил, приводил в порядок. В общем, вообще было очень-очень все хорошо. Ну, и вот мы собираемся, сейчас уже будет потеплее, так вот поедем. Поедем. И уже, наверное, надо привыкать к тому, что это твое, а не чье-то. Так, ну, болтать я могу до скончания, я не знаю, этого дня. В эту тарелку сейчас я насыплю муки. Буду обваливать рыбу. И ее складывать вот на такой противень. Небольшой. Так, фарш мы пока уберем. Пусть он у нас оттаивает. Противень здесь. Так, а что я еще хотела? Муки я хотела насыпать на тарелочку. Муки. Чтобы обваливать рыбку. Так. Наверное, много. Это ладно. Так. Ага. Показывать-то я, конечно, показываю, что я делаю, да? Показываю себя. Так, включаем сковородку. Это уберем, чтобы ей забрызгалось. Чайник. Не успеваю чайник начистить. Начистишь, и он опять весь уделан. Так. Ну, я буду жарить, конечно же, не на сливочном масле, а на растительном. Вот так вот. Рыбка наша подсолилась. Так, вообще, видно, что я делаю это? Подсолилась. Мы сейчас обжарим. Вот. И голову обжарим. Коля скажу, что-то сегодня он мне не звонит. Он мне обычно звонит в 3 часа, когда они чай пьют. В обед-то мы с ним созванивались. А сейчас что-то не звонит. Так. Пусть обжаривается. Хотя бы слегка, не обязательно. Там прямо слишком. Сейчас все-то обжарим, обжарим. И в духовочку сметанкой сверху помажем. Вкуснятина будет. Так. Рыбку я пожарила. И вот так все на противень ее уложила. Думала, не поместится. Сметана у меня, друзья мои, оказалось мало. Потому что творог разбавляла. И сметаны мало. И я сделаю, знаете, я ее сделаю немножко майонеза сюда добавлю, чтобы запечь. Вот как можно вот так обходиться с пачкой майонеза. Посмотрите, да? У вас кто-нибудь дома делает вот так? Вот так мой любимый сыночек делает. Господи! Коля так не сделает ни за что. Это вот так взял, вот так вот выжал. Вон, он сейчас в душе, он меня слышит. Скажет, мать там что-то опять жалуется. Ну, вот как так можно открыть майонез? Ну, так вот. Вот немножечко сюда сделаю. Ну, я думаю, нам хватит этого количества. Так. Скажет, жалуется, мамаша опять на меня. О, он слышал, говорит, так и есть. Я думала, он не слышит ничего. Он все прекрасно слышит. Нет, ну, когда, например, я к нему обращаюсь, там, Кирилл, тарелки свои принеси, постель заправь. У него что-то делается со слухом. Непонятно, правда, что. Я все пытаюсь понять, что же все-таки у него со слухом делается. Так. И вот теперь мы будем смазывать. Ой, ну, когда это запечется, это будет сказка. Это будет вкуснятина. Тот, кто любит рыбу, хоть раз да так делал. А может, мне бы сметаны-то и хватило бы. Ну, пусть будет аппетитная корочка. Вот так сегодня захотелось. А так, конечно, мы по-разному делаем щучку. Просто пожарим. Отварную делаем. Но я не люблю из нее котлеты. Не люблю. Мне один раз Коля привез, поймал щуку. Она была длиной. С ванной, в которой моешься, да, длиной. Она была здоровая. Он говорит, мы ее еле-еле вытащили. Полный рост. Они фотографировались с товарищем, с которым эту щуку, значит, выловили. Топором ее надо было разрубать. Она вообще не резалась. Представьте, как ее отрежешь. Я говорю, куда ты такую вообще? Нафиг вы это ее приволок. Говорит, котлеты из нее можно сделать. Она жесткая, можно сделать котлеты. Нет, котлеты из щуки не мое. Видите, ведь на вкус и на цвет товарищей нет. Может быть, сделала я неправильно, да? У него мама делает, конечно. Мама, сестра у него делают. Как только они рыбку не сделают. Я говорю, я когда у них первый раз вот жила, ну, приезжала к ним туда, в поселочек-то, да, и было очень много окуней. Я, во-первых, удивилась, что окуня чищеная, потому что, Коля говорит, их сразу как выловишь, их надо чистить сразу, иначе потом с них эту шелуху не снять. Вот. Чищены и сделаны, у нее сестра делала в сметане. Это, конечно, все никогда не забуду, какая была эта вкуснятина. Так. Сейчас я руку ополосну. Сейчас, друзья мои, все это в духовку. Духовка нагревается, ополосну руку и подключусь. Все, друзья мои, поставила в духовочку щуку. Сейчас буду мыть посуду, потому что посуды много. Сразу же намою газовую плиту, пюре сделаю еще. Я сейчас к вам подключусь, когда уже рыбка запечется у меня. Время, видите, снимаю, отключаюсь периодически, чтобы там не шуметь или еще чего-нибудь. Время-то уже почти 4 часа. Коля у меня придет в 6. Ну, все приготовится и, не знаю, успеет, наверное, остынуть. У меня, знаете, как бывшая свекровь делала? Вот она, она готовит с утра. Мама-то так готовила всегда на печи. На плите, на кухнях у всех были вот эти вот плиты, печки. Наготовить, наготовить. Там суп в духовку в таком красивом чугунке поставить. Не такой, вы знаете, как у бабушек из русской печи, вот эти старые чугунки. А чугунная была посуда, вот она только-только тогда начала появляться, чугунная эмалированная посуда. И вот у нее суп был в этой кастрюльке, в этой посуде. Такая супница большая, она ее в духовочку поставит, еще что-то в духовочку. И все горячее, всегда до обеда все горячее. Вот, а свекровь у меня бывшая, она, значит, этим наготовит и всегда накрывала махровым полотенцем. Всегда у них вот на плите. Вот я как стала жить, так интересно. Утром проснешься, да, я вот в положении уже была. Они на работе, я вот дома, смотрю, у нее все наготовлено, наготовлено полотенечком, все закрыто, чтобы было нагрето. Вот, видите, каждый по-разному, каждый по-разному говорит. А, друзья мои, вы говорите, кухня у меня темная. У меня настроение из-за темной кухни. Нет, мне кухня моя нравится. Мы же вот этот вот гарнитур, он нам достался вместе с квартирой. Мы только доделали, заказали только шкаф. Вот, думаю, поставлю его под стиральную машину. Ой, извините, хочется спать, это вот, скорее всего, из-за погоды. Вот, а та кухня, Кате тоже она не нравится. Говорит, мама какая-то, она, говорит, темная синяя, когда в первый раз увидела. А вот мне нравится вот этот синий цвет. И как раз вот карфель такой синий, вообще мне очень нравится. Вот, потом, как вам сказать, когда на даче, дачу-то приведем в порядок, у меня, конечно, в мыслях этот гарнитур везти на дачу. Но, опять же, видите чего, на даче мы зимой не живем. На даче этот гарнитур-то, конечно, может и попортиться. Потому что, если будет хороший дом, утепленный уже, то нормально. А если вот такой счетовой, что, говорят, может и испортиться там мебель. Хотя там стоят у нас в комнате старые такие вот шкафы. Ну, не старые в плане в том, что, вот старинные. А вот старые, как вот из ДСП сделаны. Просто сейчас тоже делают из ДСП. Просто формой другой, ну, дизайном, да. Другой дизайн. Такой вот еще. С СССР от старого хозяина осталось. С ними ничего не делается. Нигде ничего не раздулось. Раздулся только шкаф, потому что было в каком-то, в 60, что ли, каком-то году. Там было наводнение. Там же море. Северная Двина. Море недалеко совсем. Северная Двина. И так все это разлилось. Говорят, был такой ураган, что вот даже колодец у людей сорвало там все. И колодец у нас вообще на другую сторону дачи улетел. Вот такой был ураган. Не дача, наверное. Другой участок улетел. Сейчас на плиту вам здесь. Вот. Так что, в принципе, нет. В принципе, мебель не портится. Все уже. Сама уже туда хочу. Уже все. Так, друзья мои, мне надо сейчас сделать пюре. Будет все парить, поэтому пюре уж я сделаю не на камеру. Правильно? Подключусь к вам, когда рыбка будет готова. Мои, смотрите, я вынула из духовки нашу рыбу. Я сейчас ее... Вот рыбка. Вот она подзапеклась немножко. Сейчас в кастрюльку я это все уложу. Сливочного маслячка кину. И пусть стоит в сливочном масле. Немножко, чтобы жирно не было. Все, друзья мои, все сделала. Все сделала. Еще даже капусты заправила луком. Вчера купили с Колей квашеные капусты. У нас тут магазинчик есть недалеко. Продают капусту. Прям вот такими они привозят. Такими ведрами пластиковыми. Ну и, естественно, продают на развес. Она у них вот мгновенно уходит. Ну, вот действительно вкусная капуста. Самой-то мне некогда ленище готовить эту капусту. Коля у меня как-то солил, у него получалось. Мама посылала такую капусту. Ой, сногсшибательно просто. А я вот не знаю. Я, наверное, лично просто ее не пробовала делать. Может, и попробовала бы. Времени бы потратила бы немножечко, да? Постаралась. Ну, мы этой капусте купили. Всегда ее берем. Не думаем ни о чем плохом. Не брезгуем. Берем, лучком заправим. Либо сиреневым луком, либо обычным луком. И вот маслом, которое пахнет вкусным маслом. С запахом очень вкусно. Так что сейчас буду готовиться я к ужину. Вечером я хочу почистить камин. Ну, не знаю, я так не люблю вот эти вот домашние дела делать. Когда вот Коля дома, когда Кирюха дома, они мне не мешают. Но когда я дома одна, это я дома одна. Так что не знаю, чем сегодня вечером займусь. То есть фарш у меня, показываю там, а у меня он стоит на окне. Размораживается фарш. Сейчас подморозится. Вернее, немножко оттает. Я его через мясорубку пропущу. Заправлю луком, перцем. Все это перемешаю. И надо, наверное, будет мне поработать. Вот. Потом надо вареников поделать. Но, опять же, картошку мне хорошую. Либо вот уже эту молодую покупать. Я, конечно, ей не очень доверяю, откуда ее везут. Всякой из-за границы, наверное, везут, да? Потому что, ну, откуда у нас молодая картошка? Если ее и начали садить где-то у нас на югах, то уж вырасти она явно не успела. Хочется уж вареники делать, конечно, из хорошей, свежей картошки. Они из старой. Поэтому вареники с картошкой, наверное, подождут. Сделаю с творогом, пусть будут. В заморозке они долго хранятся. Месяца два, так точно. У меня тут месяца три я сварила нормально. И творог не резиновый, и творог хороший. Так что дел еще навалом. Дел навалом, а сил как-то не особо. Нет, сил есть желание не особо. Надо просто себя... Да что, я не знаю, как это за все цепляюсь. Так что вот, друзья мои, очень была сегодня... Очень рада была сегодня снова поболтать, поделиться чем-то. Так что увидимся теперь, наверное, уже завтра. Все. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok